Друзья, шоу поехали на Авторадио, продолжаем движение, Демидов Абрамян в вашей компании, а к нам присоединяются улыбчивые, веселые, что в общем странно для такого времени, суток даже, мы с Абрамяном не очень веселы, Юлия Михалкова и Максим Ярица, участники шоу «Уральские пельмени». Доброе утро! Привет, друзья! Такой бодренький у вас голос, да? Да! Аж бесит прям, да? Прямо я в улыбке расплылся, честно скажу. Ребят, тут смотрите, какая история. Мы, значит, уже несколько дней разыгрываем билеты на ваше шоу, которое, напомню, проходит с 16 по 19 ноября в концертном зале «Космос». И это, значит, две программы с каламбурными, названиями «Гири от ума» и «Мандарины вперед». Есть ли какая-то связь между, допустим, горем, который от ума, и гири от ума? Или это все-таки больше про увлекательный ЗОЖ? Ну, это все-таки больше про ЗОЖ. Ну, а коль скоро речь про ЗОЖ, слово предоставляется Юлии Михалковой. Я делаю сейчас по три подхода к тренажеру, фотографируюсь и ухожу. Это дома или в каком-то специальном красивом тренажерном зале? Это в суперспортивном зале. Я прихожу как-то в спортзал у нас там на Урале, наш любимый. И вдруг смотрю Юля на дорожке, сосредоточена, с тренером. Прямо ух! А сосредоточена, потому что позирует, вероятно, да? А я занимаюсь с тренером. В нашем уральском спортзале заходит Максим Ярица. И весь спортзал ему «Максим пришел, Максим пришел». То есть его все знают, там он уже ходит. Тренер тоже к нему бежит, да? Да, и он скрывает. Его все спрашивают «Максим, а в чем секрет вашей красивой фигуры?» А Максим отвечает. Я просто делаю свою работу. Прекрасный ответ. Будет ли приглашен Дмитрий Харатян на шоу «Мандарины вперед»? Скажите, пожалуйста. Я прошу прощения, может быть, не в курсе, почему именно про Харатяна речь? Потому что «Мандарины вперед», видимо, это «Гардемарины вперед», как и хотелось бы. Я испугался, вдруг я что-то перепутал, потом думаю, нет. Софья, Алешка. Да, Алешка. Почему вы не спрашиваете про звезду мою Анастасию? Не знаю, но вот как-то Харатян сразу приходит на голову. Может быть, фамилия на голову. Прекрасный человек, актер, надо пригласить. Спасибо, парни, что посоветовали. Пригласим, Юль? Да. Приглашай. Дмитрий, от всей души, давай, начинай. Приглашаем вас на наш концерт. Такая молодец. Можно на коне. После такого приглашения, я думаю, Дмитрий, конечно же, сразу. Сейчас, возможно. А он шпагу припаркует. Да, на коне. Так, хорошо. Это новогодняя программа, да? Да. «Мандарины вперед», новогодняя программа. Друзья, выйдет в эфир. Она прямо в Новый год, как обычно. И мы вас приглашаем. И на съемки. Конечно же, кто будет в Москве. «Россияне празднуют Новый год вместе с уральскими племенями». А что вы так обреченно об этом говорите? Уже четвертый год. Не седьмой? И хотелось бы, чтобы так еще было. Тридцать. Лет и три года. Тридцать семь. Тоже неплохая цифра. Градус. А вы вообще сами расскажите, как празднуете Новый год? Вот истории, которые будут в программе. Там вот я видел про Оливье. Значит, точные истории будут. Про ненужные подарки, которые каждый дарит друг другу. Это все взято откуда-то из реальной жизни вашей? Или, опять же, Юля написала. Из реальной жизни. У нас все номера из реальной жизни. Наверное, поэтому нас все и любят. Потому что очень много ситуаций, которые происходят у обычных людей. Ну, вот, например, про ненужные подарки. Про ненужные подарки, конечно, дарят. И вам тоже, наверное, дарят, да? Конечно. Ненужные подарки. Ну, Юля права. Да, действительно, это настоящая история. Какой самый подарок хороший на Новый год? Деньги? 50 тысяч рублей? Закончите. Нет. 50 тысяч рубленных кусков мяса. Понятно. Это поэтому ли, Юля, шутки не входят. Поэтому или нет? А разводной клюв, это для мужчины подарок. Я боюсь, сейчас разводной клюв. Разводной клюв. Клюв. Клюв? Нет. Разводной клюв квинный морс. Юлечка, прекрасно. Максим, мы вас прекрасно понимаем. Спасибо большое, да, да. Доброе утро еще раз всем, друзья. Демидов Абрамян в вашей компании. Драйв-шоу «Поехали» у нас в гостях. Юлия Михалкова, Максим Ярица. Участники шоу «Уральские пельмени». Ребята, еще раз доброе утро. Еще раз привет, друзья. Доброе утро, страна. Да, вот как позитивно ребята отвечают. Сразу чувствуешь, что успели проснуться. Скажите, пожалуйста, вот нас, естественно, слушают сейчас и на Урале. Вы вообще живете там, приезжаете сюда на съемки? Или из-за такого плотного графика постоянно здесь, туда только там несколько дней в году удается отправиться провести там? Мы действительно живем на Урале, в Свердловске. Очень бывает обидно даже, когда наши односельчане, да, горожане встречают. О, привет, надолго к нам и так далее. Думают очень многие, что мы почему-то в Москву все переехали. Нет, мы живем там, верны своему городу и всегда будем там жить. Приезжаем к вам в Первопрестольную, только на съемки иногда. Да мы тут как бы сами, знаешь, к вам приехали в Первопрестольную, так что вы не думайте. Вот мы знаем, что в Екатеринбурге у Юли есть центр правильной речи «Речевик». Действительно есть такой? Красивая и правильная речи, вот так. Красивая и правильная речи. Скола правильной и красивой речи Юлии Михалковой «Речевик». Хорошо, значит, что это такое? Скажи, пожалуйста, как научиться говорить правильно? Сначала я предполагала, что будут заниматься дети. Но потом поперли совершеннолетние, да? А потом стали ходить их отцы. Много отцов, толпы отцов. Скажи, пожалуйста, связаны ли... Может, они лично к тебе приходят, Юля? Нет, как-то? Не связаны с речью, может быть, совсем. Она об этом и говорила. Я хотела пошутить. Ты там сама преподаешь? Или там есть специально обученные люди? Конечно, там у нас есть преподаватель, есть директор. Это целая школа, очень много групп, взрослые, детские. Как мы уже поняли. Разные направления. Так, хорошо. Вообще, Максим, знаешь, у нас есть даже рубрика такая вот в шоу, называется «Большое путешествие», где приходят всякого рода путешественники, там тревел-блогеры, и рассказывают о необычных местах, где они бывали. То есть не только там Греция и острова там. А вот какой-нибудь Шпицберген на днях у нас прямо был. Вот скажи, пожалуйста, можешь нашим слушателям посоветовать какое-нибудь место необычное, то есть не банальное, давайте без Анапы, пожалуйста. Необычное, ну... Куда бы рекомендовал отправиться? Планета, на самом деле, много путешествует, наша действительно прекрасно. Боливия есть такая страна. Вот мы ездили на Олимпиаду в каком-то, в прошлом году, в Бразилию, и так по Америке, по всей по Южной поездили. Перу, Боливия, там Чили. Прекрасный маршрут. И вот город Ла-Пас, это, ну, не столица, но это самый большой город Боливии, это шикарное зрелище. Во-первых, это 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Озеро Титикака рядом. Это которое высокогорное, да? Это знаменитое, над которым хихикали все на географии. Да, оно существует. Оно реально есть. Нет, этот город, он расположен в огромной какой-то котловине среди гигантских гор, гигантских, совершенно огромных гор, без леса, просто пустынных, и построен город. Это все в этих маленьких домах. Там есть какие-то дыры в этом городе, представляете? То есть есть ущелья же в любых горах, и, соответственно, там не построишь дома. И вот ты смотришь на него сверху, когда на эту котловину, такое ощущение, что вот там что-то провалилось, там еще огромная скала вырастает посреди города. Ну, то есть это же завораживает, как будто это из какого-то фантастического фильма, реально. Там нет, ну, в смысле, там есть общественный транспорт, это канатные дороги. Там, чтобы проехать из одного конца города на другой, можно потратить трое суток, реально, трое. По узким маленьким улочкам ты будешь по серпантину ехать. Вот такие вещи. Как же там передавать за проезд на этой канатной дороге? Будьте любезны, бросьте в следующий погонщик. Там, в общем, наверное, не высаживают даже, я не знаю. Мы, по-моему, без билетов ездили. Там даже не высаживают, это хорошая шутка сейчас была. Я предлагаю закрыть сегодня общество юных географов. Не очень юных, но закрыть, я согласен. Пока никто не пропил лонз. Кревел-блогер будешь, Макс. Кстати, это модно сейчас, Максим, задумай. Обязательно. Спасибо. Ну что, у нас в гостях были участники шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Максим Ярица. Еще раз напомним, что 16 по 19 ноября в концертном зале «Космос» сразу две программы можно будет увидеть. Смейтесь и выкрикивайте какие-нибудь интересные географические названия Максиму. Друзья, приходите к нам на концерт и вместе проведем время очень весело. Ждем, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!